Привет, девчонки! Сегодня хочу показать вам, как я делаю макияж со своей палеткой от Dior. Меня очень многие об этом просили, и я думаю, что этот макияж отлично подойдет в преддверии Дня Святого Валентина, потому что он и дневной, и легкий, и, в общем-то, здорово подошел бы для свидания. Первым делом я наношу на лицо светоотражающую базу от Clorans. Она сделает мое лицо более таким свежим и отдохнувшим. И тут я понимаю, что волосы мне начинают все-таки мешать, поэтому надо бы и заколоть. Далее я буду использовать минеральную пудру от Bare Minerals. Больше всего макияжа я не люблю именно перегруженное лицо, поэтому такая тональная основа, на мой взгляд, на каждый день просто идеальный вариант. Теперь, чтобы скрыть небольшие синячки под глазами и вообще такие следы усталости, я буду использовать корректор-консилер от Shiseido. И просто аккуратно, такими похлопывающими движениями вбиваю его в кожу. Очень классный консилер, он суперлегкий, увлажняющий, но при этом отлично подсвечивает. Ну и теперь я оформляю брови, тут ничего особенного. У меня, кстати, есть отдельное видео о том, как я оформляю брови, поэтому на этом я сейчас особо останавливаться не буду, вы можете посмотреть его, если вам интересно. И после того, как я подвела свои брови карандашом, я закрепляю их тушью для бровей, в данном случае от Maybelline, поскольку у меня свои волоски довольно светлые, и мне надо их немножечко все-таки затемнять. Тут я уже наношу базу под тени от Nars, это моя любимая база, она уже почти закончилась, и скоро буду покупать себе новую. Она отлично держит тени, они абсолютно не скатываются, не тускнеет в течение всего дня, в общем, рекомендую. Теперь я буду использовать самый светлый оттенок из палетки Dior, наносить на все подвижное веко. Обычной плоской кисточкой, такими немного похлопывающими движениями, этот цвет позволит именно отлично выровнять тон века. Тут я вспомнила, что я забыла подвести черным карандашом водную линию, я подвожу, в общем-то, верхнюю водную линию и межресничное пространство. Теперь использую самый темный оттенок из палетки Dior, и пушистой кистью наношу его прямо вот в складочку под косточку. Аккуратно наношу цвет, и потом после этого начинаю его растушевывать. Самое главное в этом макияже это растушевка, чтобы не было никаких четких границ, очень-очень аккуратно, понемножку добавляю цвет и растушевываю обязательно. Вот тут вы можете уже видеть, что у меня начинает получаться. Мне кажется, стоило бы еще немножечко затемнить складку для того, чтобы придать больше такой глубины взгляду. После этого я буду использовать свою кисть-карандаш и этот же самый оттенок наносить на нижнее веко. Мне больше нравится в последнее время наносить именно кистью-карандаш, потому что она дает больше растушевки, больше какой-то дымки. В общем, мне кажется, это очень красиво. И теперь я буду рисовать стрелки при помощи лайнера от Бобби Браун и скошенной кисточки. Тут, в общем-то, ничего особенного, просто подводим глаза, как обычно. И когда мы начинаем рисовать стрелочку, в общем-то, скошенная кисть делает всю работу за нас. Приставляем ее к внешнему уголку глаза и после этого соединяем две линии для того, чтобы получился такой плавный переход. Потом я заполняю этот треугольник подводкой, уже использую более маленькую кисть для того, чтобы исправить какие-то огрехи. Вы видите, что получается. Очень все просто и на самом деле никаких навыков для этого не надо. Теперь я крашу ресницы тушью. Как всегда, я использую свою любимую Канеба Сенсай. Это просто отличная тушь, и с моими постоянно слезящимися глазами она идеальна. Потом подкрашиваю, конечно же, и нижние ресницы. Тут вы опять же можете видеть, что у меня получается. Теперь буду немножечко придавать тепла своему лицу. Использую бронзер Laguna от Nars. Как видите, я не делаю какого-то четкого контурирования, просто немного добавляю цвета во внешние границы лица, если так можно выразиться. Все очень-очень хорошо растушевываю. Ввожу цвет на челюсть, на шею, для того, чтобы лицо не отличалось от остального тела по цвету. Немного добавляю бронзера на нос, для того, чтобы немножко более фактурным было лицо. Но опять же, никакой графичности, все очень легкими движениями. Теперь наношу румяна от Tarte на яблочке щек и цвет увожу немножко туда, к вискам. Очень мне нравятся эти румяна, уже хвалила их неоднократно. И теперь наношу блеск для губ от Chanel в оттенке Giggle. Очень его люблю, и мне кажется, он здорово подходит именно к этим теням. В общем-то, мой макияж готов. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Может быть, я вас вдохновила на что-то. В общем, в любом случае, большое спасибо за то, что смотрели это видео. До встречи в следующих, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok